Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Aveo 2009 года выпуска. Двигатель 1.4, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 175 тысяч километров. На этом автомобиле заменю саленблоки передних рычагов. Для этого поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и смотрю, как там открутить рычаги. Поднимаю! Поднял автомобиль, откручу шаровую опору, гайка на 19. Откручиваю передний болт, болт на 17. Болт также изнутри брызнул. Плохо. 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 болт ничем не закрыт потом когда автомобиль уже опущу передний болт затяну на опущенном автомобиле сбоку подлезть удобно не надо будет человек отправлять на яму откручиваю гайку сверху держу ключом а снизу болт откручиваю тоже головка на 17 откручиваю болт а а а а а а и все остается нам только отбить шаровую опору а а а а а а а а Все, рычаг я снял Шаровая опора слабенькая Но Не стучит Вот соленбок Стоит на месте Но вот сейчас смотрите его Практически полностью вырон И спереди И сзади Немножко ему усилия добавил И он отлетел Передний соленбок В принципе передний соленбок живой Но раз взяли Менять задние То их заменим передние Стоит он недорого Но взяли оригинальные Выпрессовываю соленбоки Вставил этот обор Лучше обратно Здесь стрелки На соленбоке Разметку сделаю А я делаю на самом соленбоке И по этим стрелкам установим новый Соленбок в оригинале стоял белый Посмотрим какой будет сейчас В оригинале Номер большого соленблока 966-53-381 Вот здесь GM-овский номер Это не Деовский соленбок И по форме Обратите внимание По форме он немножко другой Он не такой Вот эти места у него шире Здесь узкие И вот этот отбойник Который боковой У него меньше И острее он Здесь шире И уже Так что эти соленбоки Пожестче будут Маленький соленбок 965-35-087 Да, тоже оригинальный GM-овский А здесь стоял Оригинальный GM-овский Так что Все нормально Иду выпрессовываю Пробую Так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Устанавливаю новый сайлентблок по меткам Смазал его силиконовой смазкой Субтитры сделал DimaTorzok Все практически сидит на месте Немножко осталось допрессовать Здесь я возьму чуть-чуть побольше диаметр Все, этого хватит Сайлентблок сидит заподлицо Теперь выпрессовываем маленький сайлентблок Даже решил не бить Тисками выдавлю Подставляю оправку И подставляю головку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сайлентблок 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 Он внутри изъеденный Значит он гулял Протираю Сайлентблок 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 Субтитры сделал DimaTorzok По-хорошему такие сайлентблоки запрессовывают через конус, но здесь на входе, на рычаге сделана хорошая фасочка. Немножко сайлентблок передавливаем. Для чего мы передавливаем его, чтобы у нас внутренняя резинка выскочила наружу. Вот она, видно, выскочила. Теперь мы его немножко возвращаем назад. Все, сайлентблок у нас сидит на месте. Идем устанавливаем на автомобиль. Завожу рычаг сзади. Смазываю болт и сразу вставляю его на место. Болт смажу медной смазкой. Болт смазкой. А вот теперь вставляем передний рычаг, передний соленблок. Также смазываю болт. Передний соленблок я не подтягиваю, когда опущу автомобиль затяну, а задний соленблок его можно затянуть. Также смазываю резьбу на шаровой и вставляю ее на место в цапфу, наживляю. Продолжение следует... Все, задний соленблок я затянул. Затягиваю шаровую опору, чтобы ее подтянуть, я ее снизу подожму гидроупором. Шаровую я затянул. Аналогичным образом я сейчас меняю со второй стороны, а после этого я опущу автомобиль и затяну передние соленблоки. Ну, опустил автомобиль, вот, отдел ключ, подтягиваю его. Все. Вот такой через карданчик подлез с одной и со второй стороны. Соленблоки я затянул. На этом все. Замену соленблока переднего рычага я закончил. Соленблок. 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 Соленблок.